За что? Неужели я и правда был так плохо? Всем привет, я Даша. Сегодня буду рассказывать вам о такой книге Владимира Набокова, как ДАР. Когда-то давным-давно в детстве, познакомившись с силой произведения Ромалита, я поставила писательный крест. На меня она произвела такое впечатление, ну в общем я сделала определенные выводы об авторе, надеюсь, что неправильные. Ну вы понимаете, какие могут сделать вывод ребёнок, прочитав Лолиту о человеке, который её написал. То есть я надеюсь, что я ошибалась. Ну как бы то ни было, это на меня повлияло, и я не пожелала продолжить с ним знакомство. И начав читать таки ДАР, меня просто тут недавно заинтриговали, я подумала, что я была в корне неправа. У него совершенно волшебный слог, к которому можно восхищаться бесконечно. Фразы просто удивительные своим очарованием. Они такие поэтичные, такие прекрасные и чарующие. Я просто не удержался, стала их выписывать и выписывала более 20 штук. К сожалению, где-то на середине книги автор перестал заботиться об этих фразах. И как-то и я поскучнела, начала зевать, отвлекаться, придумать себе какие годные дела, хотя бы на минуточку, чтобы отвлечься от книги. И вот тут мы немножечко обратились к Стивену Кингу, если моя память мне не изменяет. Он как-то говорил, что в своей книге «Как стать писателем», что не надо заботиться о красоте слога, отшлифовывать его до глянца. Потому что если сюжет скучен, никому не будет дело до вашего слога, а если он интересен захватывающим, то неважно, как вы напишите свою историю. Так вот, как выяснилось, я на буквы читала ради его прекрасного языка. И когда он перестал к нему прибегать, и его учаевущие фразы стали сейчас всё реже и реже, я как-то поскучнела, как-то я приумыла. А чём же эта книга? Это книга об человеке, который поживает в Берлине, но у него российское происхождение. Он писатель. И книгу можно поделить на несколько эпизодов. То есть, вначале он пишет о себе, о том, что он пробовал писать стихи, о своей семье пишет, воспоминания какие-то. Очень замечательная часть, мне безумно понравилось. Дальше он пишет, как знакомиться с девушкой, в которую влюбляется. Как развиваются их отношения. Тут мне уже чуть-чуть повернейше нравится. А далее ему приходит в голову написать книгу о Чернышевском. и он её пишет и описывает в книге, что происходит в книге, что там творится. Тут мне ещё меньше нравится. То есть, я иду всё время на спад, на спад, на спад, на спад. И уже, пожалуй, заключительная часть – это цитаты критиков на эту книгу. Все почти негативные. И, собственно, чем заканчивается его любовная история. Тут я совсем уж не взгрустнулась. Так что, по сути, мне понравилась только та часть, где, ну, именно на Максимаках понравилась. Где он рассказывает о себе и делится своими детскими воспоминаниями. Вот прям люблю я эту часть до небес. И вообще, вы знаете, мне так жалко стало Чернышевского. Бедный, бедный, что не сказала Юрика? Бедный Чернышевский. Как же про нему Набоков проехался. Как унизил, как оскорбил. Просто вот растоптал буквально. Я не знаю, я достоин ли этого универсения сам Чернышевский. Может быть, и да, может быть, и нет. У меня нет какого-то личного впечатления об этом человеке. Я знакома только с его одним произведением. И не делала никаких выводов о нём как о личности. И вот мне стало вот так жалко. За что? Неужели он, правда, был так плохо? На сегодня всё. Всем пока и до скорых книг.